Ре! Вис Этерс Ирте! В Евро собирался вложить российский олигарх Виктор Виксельберг в эту землю в Межопарке. Построили за 10 лет немного, а несколько многоэтажек. Ну а первым делом возвели здание службы госдоходов. Специально под проект еще в 2007 году была учреждена компания Биро и Центр Сезерпаркс, где две трети долей принадлежало дочерней структуре Виксельберга, а треть — госагентству Валснекустами и Ипушами. По схеме частный инвестор вкладывался в строительство, а это 54 миллиона евро. А государство обязалось 30 лет арендовать помещение. В год набегало около 6 миллионов евро, не считая коммунальных платежей. Пошел только третий год договора, а он уже утратил силу. Валснекустами и Ипушами выкупают долю частного инвестора и становятся единоличными владельцами всего комплекса. О причинах сделки и ее сумме в агентстве не говорят, ссылаясь на коммерческую тайну. Цифры будут озвучены не ранее 15 января. Я могу вам сказать цифры, которые сейчас мы можем, как говорится, не переступая законно, извещать обществу. За весь период присматривается оптимизация 34 миллионов евро. То есть каждый год около 1 миллион 200 тысяч евро. Еще в апреле прошлого года программа латвийского телевидения де-факто сообщала, что СГД, вероятно, переплачивает за свои помещения. Нелоговики за каждый метр своего офиса платят 13 евро 30 евроцентов. А соседние помещения того же здания можно было арендовать за 9 евро. Еще тогда глава СГД Инара Петерсона обещала добиться скидки. С моей точки зрения это неэтично, потому что здание возводилось с целью максимально снизить расходы СГД. Теперь у нас будет основание начать переговоры о том, чтобы снизить цену. Правда, сегодня СГД платит все те же 13 евро и 30 евроцентов за квадратный метр. Вот ответ пресс-службы налогового ведомства. В соответствии с договором между СГД и Валстснекустами и Пашуми, об аренде помещений в здании на улице Талоэс-1 в Риге арендная плата за 1 квадратный метр составляет 13 евро и 30 центов без НДС. Будет ли аренда снижена, пока неизвестно. Арендную плату платят согласно договору, как это и было. Конечно, одно государственное учреждение будет договариваться с другими государственными учреждениями, и в соответствии с законом будут приниматься решения. Алексей Дундак, Решини Слейтис, Латвийское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин